Полузаброшенные строения Носилкина абсолютно точно не добавляют бонуса в городу ни в пейзаже, ни в функциональном смысле. И вопрос об их приватизации обсуждается уже достаточно давно. Поставить точку в нем депутатам мешают сомнения, а что может появиться на их месте и что действительно нужно городу и его жителям. Мы должны, принимая в данном случае вот это решение, понимать, что там будет построено. А построен здесь может быть многофункциональный комплекс со спортивным центром. С предложением реализации крупного социально значимого инвестиционного проекта в Думу вышла компания «Саров Инвест». В центре будут созданы условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, танцами, гимнастикой, фитнесом, йогой, боксом, борьбой, спортивными единоборствами и прочими видами спорта. Предусматривается бесплатное предоставление для занятий, время провождения жителей города, спортивной площадки, которая будет располагаться в этом центре. И последующее их обслуживание. Важный момент. Реализация проекта планируется в рамках муниципально-частного партнерства. А это значит, что инвестор, заключая соглашение с администрацией, обязан будет выполнить все данные обязательства по строительству спортивного центра. То есть построить что-то иное на полученных площадях или отказаться от возведения спортивной инфраструктуры в рамках многофункционального комплекса он попросту не сможет. Муниципальное образование конкретно знает, что здесь вот эти объекты, которые можно было продать и все, и забыть про них, что там будет, это дело уже второе. А здесь конкретно знает, так, я решаю социальную задачу. У нас социальных объектов не хватает. У нас есть с этим проблемы. Есть проблемы с досугом граждан. Есть проблемы со спортивной организацией мероприятий. И как они будут решены, пока механизму ни у кого нет, и предложения нет по этому поводу. Здесь он конкретно понимает, что это будет сделано. Есть соглашение и есть гарантия. По словам депутатов, путь обычной приватизации помещений, конечно, проще. Он понятен и известен. Но инвестиционный проект многофункционального комплекса интереснее горожанам. Поэтому народные избранники и решили обратиться в администрацию Сарова и ядерный центр для обсуждения возможностей реализации проекта. Я считаю, проект достаточно интересный. Мы с вами говорили, что у нас ФОК в старом районе под вопросом пока. Если в новом, больше времени, там наметки есть, здесь мы получаем подобие ФОКа. Продолжить рассмотрение на следующем заседании, направить данные, вот эти альбомы и запросы в Российский федеральный ядерный центр. И в администрацию города Сарова. А вот с судьбой Дома книги депутаты, похоже, определились, по крайней мере, на ближайший год. В очередной раз выслушав аргументы за и против приватизации акций этого общества, народные избранники сошлись на том, что пока все нужно оставить без изменений. Основным доводом в пользу этого решения стала представленная директором Дома книги концепция развития предприятия. С одной стороны, он планирует вывести прибыль от продажи книг на уровень полутора миллионов к 2020 году, а с другой – сделать акцент на создании на базе книжного магазина культурного центра. Будет обрастать социальными событиями, культурными событиями, презентацией, мастер-классы. Будем привозить писателей, кто не очень дорого берет без гонора за билеты, что называется. Нормальный вариант пока отложить на год и посмотреть результаты, и потом вернуться к этому вопросу. Вопрос о приватизации акций АО «Дом книги» депутаты вынесли на рассмотрение Думы с рекомендацией отклонить.